Российские оккупанты продолжают атаковать Харьков. Накануне вечером обстреляли спальный район и повредили газопровод. Подачу топлива перекрыли, но магистраль очень длинная, и газ долго выгорал. Город несколько часов освещался заревом от пожара. С начала российского наступления на Украину в Харькове уже разрушено более 1500 объектов. Из них почти 1300 – жилые дома. Из-за сильных повреждений людей переселяют в детские сады, школы и на станции метро. То, что сегодня делает Российская Федерация с мирным народом Украины – это геноцид против украинского народа. Мы – украинцы, народ-герой. И нас с вами не завоевать никому, никакому агрессору. Наша победа с каждым днем все ближе. В Николаеве до сих пор разбирают завалы областной администрации, которая позавчера была разрушена ракетным ударом. Количество погибших возросло до 16. 15 человек обнаружили под завалами и еще один умер в реанимации. 33 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются. Никто не останется один на один с бедой. Мы в любом случае обеспечим все компенсации от государства и от нас. Как бы это ни было, мы все равно это решим. И этот удар был по большой степени на здании пофигу вообще. По нашим людям, нашей семье. Все будет хорошо. В любом случае мы им надаем дух наш не поломать ни при каких обстоятельствах. В Лисичанске сегодня устраняют последствия ракетного удара по промышленному предприятию, который враг нанес накануне. Там загорелось хранилище нефтепродуктов. Также пожары возникли в девяти жилых домах. Из-за обстрелов города из артиллерии и градов, по предварительным данным, погибли два человека. Двое детей в тяжелом состоянии. Усиливаются атаки и на другие населенные пункты Луганской области. Ситуация достаточно тяжелая. Сложнее всего как раз вот сейчас рубежному, Лисичанску, Попасной и под постоянными обстрелами Северодонецк. Перебиты вся критическая инфраструктура. Даже восстанавливать уже практически нечего. Я имею в виду электричество, воду или газ. В Донецкой области ликвидируют последствия вчерашнего обстрела Марьинки. По данным областной военной администрации армия России использовала фосфорные снаряды. В городе возникло много пожаров. Повреждены жилые дома. Под обстрелы также попали Георгиевка, Новокалинова, Очеретина и Авдеевка. Она обесточена. В Тростенце Сумской области, который недавно освободили от оккупантов, проводят работы по выявлению взрывоопасных предметов. Российские войска заминировали в городе множество объектов, полей, обочин дорог и даже кладбище. К сожалению, погиб один местный житель, который шел по улице, по обочине дороги и там нарвался на растяжку. Также собака спасла жизнь своей хозяйки. Она побежала вперед и тоже попала в растяжку. Подорвалась. Но это спасло жизнь нашей жительницы. А освобожденный Ирпень враг продолжает обстреливать. Там осталось еще около 3,5 тысяч жителей. Тем, кто выехал возвращаться в город, запрещено еще как минимум месяц, сообщают местные власти. Критическую инфраструктуру вновь запустят лишь после того, как прекратятся атаки и будет безопасно.